Продолжаем экскурсию Volkswagen транспортер второй уже Тоже хиппи автомобиль Volkswagen Juke Культовый Автомобиль уводит О таком вообще никогда не слышал Друзья, ну что Буквально сейчас трех минут Первое Автомобиль из конюшни Леонида Брежнева Chevrolet Belair 1955 года Это герой Сегодняшнего Харьковского ретро-слёта Автомобиль Леонида Брежнева Для кожаных людей Для тех, кто сделал из Костей и мяса Chevrolet 2CV После военная Франция была в разрухе И нужен был народный автомобиль Который Citroën смог сделать Причем, что самое интересное Это первой серии Citroën Потому что нам об этом говорят Ребра жесткости на капоте Потом они пропали А на самых-самых первых Citroën была только одна фара Тут уже две То есть постоянно происходил Так называемый улучшайзинг Если советские автомобили упрощались То европейские наоборот Улучшались Еще один Volkswagen Juke продается Димушка с семьей Подходите к нам Подходите к нам сюда Подходите к нам сюда До самого юного Самого юного Сразу Сразу Доверяйте Доверяйте с самого Я знаю Как показалось Скорее И завершается экспозиция Сейчас вот тут будет у нас И Волга второй серии Наконец-то Так это у нас что? Или Урал Или Ирбит Сейчас почитаем Что это за мотоцикл такой А это вообще Днепр Ну в мотоциклах я не силен Друзья Это Днепр Трешка Очень такая необычная Еще одну BMW Их много попала в Советский Союз После Второй мировой войны В качестве трофеев Вольво Шведская марка Мне она очень нравится И данный конкретно взятый автомобиль И просто модель Мне тоже нравится очень Ну и что Мы предлагаем вам Ну что Мы предлагаем вам Это скилл Там Уждаем вам Кустые знаки Кустые знаки О Все как в 90-х Авторынок На капоте автомобиля Я тоже помню Я тоже помню эти времена Еще Покрышки старые Эх Как будто бы 20 лет назад Окунулся Окунулся Интересно это продается Или это просто стилизация Наверное продается Особым шиком является Аккумуляторная батарея Имеется ввиду что Реставратор когда восстанавливает Свой автомобиль Он Новый аккумулятор Интегрирует в корпус Старого Советского И когда открыт капот Вообще Бомбезный вид Получается Хорошая вещь Надо иметь в виду Так ребята Двигаемся дальше Неужели это Волга 2 серии Да друзья Нам повезло Капитально Волга 2 серии Об этом наговорят Задние фонари У которых Уже появился Катафот сзади Но еще присутствует В хромированном окладе Перемычка А третьей серии Вот этой перемычки Уже нету А тут еще есть Бампера более вычурные О чем я уже говорил Ну наиболее явные Видимые такие отличия Второй серии А третьей Находятся Спереди Опять таки Вычурные бампера Которые и сверху И снизу Хромированы Я об этом В первом видео Рассказываю Олей на капоте Присутствует И 16 Прорезей Вертикальных Китовый ус А третьей серии Уже Вот как там дальше Там уже 36 Прорезей И на второй серии В люксовых модификациях Еще была хромированная Окантовка Лобового стекла Тут ее нету Значит это обычная 21-я Волга Не люксовая Еще одна вторая серия Хорошо что их рядом Поставили Можно сравнить Вот тут находится Пластик Приборные панели В живом состоянии Козырек Очень красиво Смотрится Руль Руль 24-я Волга В оригинале 24-я Волга Ранний Было только одно Зеркало Зеркало заднего Видят Со стороны водителя Плюс салонное Сбоку не было То есть Либо это уже Владелец самостоятельно Доставил зеркало Либо это уже Более поздний выпуск Тут что-то Одно из двух Дорогие друзья Вот опять-таки Третья серия Вторая Вообще идеально Рядом выставлены 16 прорезей 36 прорезей Вычурный бампер Обычный бампер Есть олен на капоте Нет оленей на капоте Вот так вот ребята На пальцах Я вам это все показал Я может быть уже Об этом повторяю Слишком много раз Но мне нравится Именно вторая серия И у кузницы тест-драйва Тоже есть Именно второй серии Автомобиль Или понюхать Я не знаю Понюхать Гельзина Торнер Вот пожалуйста Есть катапод Есть катапод Тут есть перемычка А там уже нету Упростили То о чем я уже говорил Что? Ладно Возьми просто подойти Мне просто интересно Так это не оригинальные зеркала Такого не должно быть Поверьте мне Но смотрятся опять-таки Очень красиво Вместе с хромированными Колесными дисками Очень красиво Дальше Первомутровая 21-я Волга На закрытии сезона 2017-го года Данный автомобиль Выставлялся на площади Свободы Я его видел Фотографировал Дальше Вот друзья То о чем я вам говорил Оригинальная 24-я Волга Зеркало находится Только со стороны водителя Вот мне сегодняшний ретрослет Точнее который в этом году Проходит 18-й Нравится больше чем в прошлом году Автомобилей больше Закрытая площадка Дождь нам не страшен С симпатичным И автомобили шикарно Отреставрированы Сделать красивые селфи Есть закорченные автомобили Есть недоделанные А есть под оригинал Как конфетка Ну это самопал Естественно кабриолет Потому что завод газ Не выпускал их Точнее как Они были Но это были штучные экземпляры Для проведения военных парадов В небольших населенных городах Населенных пунктах Советского Союза Еще один замечательный заведение Которое находится в нашем городе Это развлекательный комплекс Атмосфера Кумлин, Бельяк, Раотник Приборная панель обшитая Ну в общем По красоте все Кадиллак Эльдорадо Около 6 метров длина Обалденная тачка Единственный Прошу прощения 400-й москвич Но тоже заколхоженный Это уже даже и не москвич А непонятно что Ну мне как-то жалко Я люблю больше оригинальные автомобили В общем, друзья Только что мы вместе с вами Совершили прогулку Бухарьковскому ретрослету Посмотрели автомобили Я очень много всего Нарассказывал Вам Очень много Непосредственных впечатлений Передал Но вместе с тем Я постарался Рассказать вам Какие-то базовые Технические моменты Конкретно взятого автомобиля То, что опять-таки Мне известно Врать не буду Ничего не знаю Того, как говорится Не говорю Всем вам желаю Приглядных выходных Продолжайте любить транспорт Продолжайте любить ретро-технику Подписывайтесь на канал Кузница Тест Драйва На Кузницу Тест Драйва Лайв Подписывайтесь на мой канал Регистрируйтесь на сайте Клуба Кузница Тест Драйва Харьков И не забывайте, друзья Мы куем для вас тессы На земле, на воде И на харьковском ретрослете Пока, друзья Счастливо Счастливо